Олег Петрович, первые эмоции после игры? Ну, конечно, приятно. Это победа. Плюс зрители на трибунах. Это очень круто. Потому что у нас это всегда 12-й игрок. И мы ждали, ждали этого. Потому что во время, когда нас не пускали зрителей, наверное, самый крутой момент, который был, это в Велесе, когда наши болельщики организовали собственную трибуну на подъемнике и на стройке, это просто за гранью, это фантастика. И когда сегодня у нас мы обрадовались, что зрители на трибуне, нам это очень сильно помогло. Кто сегодня контролировал игру, на ваш взгляд? Это, знаете, мы играли с очень хорошей командой. Они по праву являются лидерами нашего первенства. И хорошие исполнители, и хорошая игра. И всегда, каждый раз, когда мы с ними играли три раза, и три раза была мысль, меняла схема, меняла структура игры. Такие игры, они всегда интересны. И они играются, наверное, до гола. И сегодня, да, нам было тяжело, но мы выиграли. И когда нам нужно было, мы понимали, что соперник может играть за спину нам. Они сделали мощный блок в центре поля. И для нас нужно было, мы сдваивали определенные позиции, для нас нужно было именно сделать подбор и быть готовым к этим передачам. Но при этом развивать атаки. И когда просто наш соперник не развивал атаки в свойственном ему ключе, мы тогда отдавали территорию. Это был такой план, и я благодарен всем ребятам, которые очень четко это контролировали. Во время игры, когда пульс подскакивает, и эмоции, да, это всегда сложно, но это говорит о концентрации, о собранности. Когда нужно отдать территорию для того, чтобы соперник начал играть так, как он всегда играет все чемпионаты. Или когда нужно оказывать давление. И я считаю, мы справились. И я рад, что мы выиграли, мы забили гол. То есть то, что территорию отдали, это была реакция на то, что мы открыли счет, или это было изначально так задумано? Мы изначально договаривались о том, что мы не даем разыгрывать сопернику мяч. И если соперник выберет другую структуру игры, и другую модель, я бы сказал, игры, то нам тогда нужно, чтобы соперник положил мяч на землю. И тогда мы отдадим территорию, чтобы они владели этим мячом. И я считаю, что это удалось. Первая замена сегодня была проведена на 68-й минуте. Не было смысла проводить замены, потому что все работало так, как надо? Все работало так, как надо, да. И единственное, что мы сделали замены, мы сделали замены, чтобы, ну, освежить по позициям, освежить определенные зоны, да. Ну, и немножко изменить вообще саму структуру нашу. И, да, потому что, ну, парни никто не выпадал. И все выполняли функции на поле, как без мяча, да, что для нас очень важно, так и с мячом. И поэтому, ну, мы освежили, освежили, пустили игру футболистов.